Приветствую вас, и для начала давайте постараемся все-таки успокоиться, давайте даже сначала постараемся все-таки как-то собраться с мыслями, да, потому что вы даже вот эту просьбу, вы ее опубликовали как будто, знаете, как в панике, в спешке, торопясь на эмоциях, вот, это конечно понятно, что у вас эмоции бурлят, и это нормально, но если вы говорите о том, что ваше отношение нужно спасать, то есть вы сами не справляетесь, да, вы сами не справляетесь с теми, что у вас происходит, значит потерян коммуникационный контакт, в первую очередь, то есть исчезла вербальная связь, ну вербальная связь имеется в виду, имеется в виду банда, вербальная связь исчезла, вот, значит у этого, у того, что вербальная связь исчезла, ну, как минимум, как минимум, должны быть причины свои. То, что вербальная связь между вами исчезла, не может быть случайностью, то, что вербальная связь между вами исчезла, может быть и, скорее всего, является следствием определенных ваших проблем, следствием определенных ваших конфликтов, которые вы не смогли своими собственными средствами, своими собственными силами разрешить. И психолог, конечно, может помочь вам это сделать. Вопрос в другом. Есть ли что спасать? Знаете, для того, чтобы спасти отношения, ну, это я выражаюсь вот в вашей терминологии, да, для того, чтобы спасти отношения, нужно, как минимум, желание, желание двоих людей. То есть для этого нужно желание ваше и желание, значит, вашего партнера. Если у партнера, например, этого желания нет, то, соответственно, и спасти тогда, ну, скорее всего, ничего не получится. Потому что без желания, без желания двоих партнеров нельзя ничего спасти, нельзя ничего изменить. Поэтому, поскольку у вас проблемы, то я полагаю, что каждым своим действием, каждым своим шагом вы рискуете ситуацию обострить еще больше и сделать все, например, ну, скажем так, может быть даже необратимой уже. Вот. Поэтому от этого, от того, чтобы ситуация стала необратимой, я вас категорически предупреждаю, я бы не хотел, чтобы вы сейчас совершили какие-то поступки, действия, о которых потом жалели бы. Поэтому для начала нужно успокоиться. Если между вами и вашим партнером все сложно, то нужно дать себе небольшое время на передвижку, то есть побыть по родине друг от друга, дать друг другу отдохнуть и параллельно с этим возможно успеть заскучать по партнеру, ну, просто потому что какое-то время вы не видите с ним. И после этого, после этого, вот это прямо идеальный вариант был бы для вас, чтобы вы сказали ему, что вот, знаешь, я, например, решил обратиться с помощью к психологу, потому что сама я или сам я не чувствую возможности в себе уже решить наши проблемы. Да, то есть я боюсь просто, надо просто-напросто тебя потерять. Вот это вот поведение, оно, этот шаг, он адекватный, он предельно адекватный. То есть вы ставите своего партнера в верность относительно того, что хотите делать. Это верная позиция, которая вам поможет, ну вот, на определенный момент времени расставить все точки над «и». то есть, например, ваш партнер будет знать, что вы делаете, а ваш партнер будет знать, что вы заботитесь о отношениях своих. Ваш партнер будет знать, что вы не хотите терять его партнера. И вы стараетесь что-то для этого сделать. Но важно при этом понимать, что вот то, что вы делаете, или то, что вы, например, хотели бы сделать, то, что вы могли бы сделать. Да? Важно, чтобы это вам делалось не для партнера, а для себя. Потому что, если вы не будете это делать для себя, а если это будете вы делать для других, ну, в частности, вот, для того же партнера, например, то вы будете, как бы, зависимы от его реакции, от реакции партнера на то, что вы делаете. Будут ожидания, а значит, могут быть и неоправданные ожидания, а значит, будет разочарование. Разочарование приведет, по сути-то, к регрессу в ваших отношениях, и вместо того, чтобы их как-то спасать, вы будете еще больше им вредить. Вот от этого я вас предупреждаю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok